1978 год. 72-летний генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев дает указание выделить из бюджета СССР круглую сумму в валюте и пригласить на гастроли карибскую дискогруппу Бонни М. Водитель однажды поставил в правительственном автомобиле кассету с их зажигательными песнями, и Брежнев вдруг почувствовал себя молодым и здоровым. Брежнев нам прислал приглашение, и говорят, он лично был на концерте, но тайно, на балконе. Бонни М. позволили снять видеоклик на главной площади Советского Союза. Ух ты боже мой, это был ужасно холодный день, а мы были в белых костюмах, которые выглядели как шубы, а на самом деле были сделаны из перьев, и мы страшно мерзли. Группа Бонни М. перестала существовать в 86-м году. На Западе про нее забыли. Но песни Санни и про богаму маму шли у нас по-прежнему на ура. Я полюбила борщ и другие русские супы, к примеру, грибной и, конечно, пельмени. А в 90-е по России чесали аж пять групп Бонни М. К нам повалили все, кто когда-либо имел отношение к этому коллективу. Бывшие солисты Бонни М. и двойники-самозванцы пели под фанеру, но наши люди все равно были им рады. Совершенно неважно было, даже поют ли они вживую и вообще, кто стоит на сцене. Важно было, что это человек из границы. «Распутин», я помню, была одной из самых любимых песен на всех концертах и вечеринках. Я видела, как солидные мужчины под нее прямо хулиганили. И Бобби Фаррелл, который всегда играл роль Распутина, скоропостижно скончался в России, когда приехал спеть на очередном корпоративе. Ушел в свой номер, ему стало плохо, на следующий день его нашли мертвым. О, это ваши. Продолжение следует...